И снова здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим одно очень вкусное праздничное блюдо. Это курица, фаршированная по-испански. Что нам для этого потребуется? Курица, лук, фасоль белая и в идеале, конечно, колбаса чоризо. Но так как у меня ее нет, я возьму хорошую копченую колбасу. Это свиноговяжья колбаса высшего сорта класса А. А колбасу хуже, использовать я не советую. Также мы возьмем половинку лимона, соль и из приправ черный перец паприка и смесь прованских трав. А также немножечко оливкового масла. Еще у нас пойдет сюда чеснок и острый перец. В идеале это будет перец чили, но опять-таки подойдет любой острый перец. Итак, приступим к приготовлению. Вначале нам надо измельчить колбасу. Ну, мы ее порежем примерно вот такими кусками, чтобы не сильно большие куски были. И нормально ему можно было нафаршировать нашу курицу. Вот так мы измельчим всю колбасу, которая у нас имеется. Колбасу мы измельчили, убираем. Будем измельчать лук. Лук мы порежем четверть кольцами. Нарежем его сперва на кольца, потом разрежем их пополам. Вот таким образом. Ну, я режу их так, именно исходя из размера своей луковицы. Если у вас будет поменьше луковица, можете резать полукольцами. Если побольше, можете измельчить ее чуть посильнее. Вот так мы режем весь лук. Лук измельчили, убираем. Будем измельчать чеснок и острый перец. Чеснок мы, как всегда, раздаем и пошинкуем. Причем даже не будем стараться это делать очень мелко. В данной ситуации как получится, так получится. Вот таким образом. Второй зубчик чеснока я пошинкую так же. А перец я разрежу сперва пополам. Вот так, на два полукольца такие. И нарежу вот такими тоненькими пластиночками. Перец у меня немного подвявший, поэтому не очень удобно резать. Вот таким образом. Ставим сковороду в плиту, разжигаем под ней огонь. И высыпаем в нее наши колбаски. Можно слегка добавить масло. Но так как колбаса у нас свиноговяжья, то есть она со шпиком, я не буду добавлять масла, оставлю именно так. Ждем, пока она начнет вытапливать присутствующее в ней сало, шпик, то есть и добавить свой жирок. После чего добавляем лук. Колбасок пошел хорошо вытапливаться в жирок. И закидываем лук. Перемешиваем и обжариваем это все до состояния такого золотистого лука и поджарясь этой такой колбаски. Лук стал золотистым. Добавим специи. Хорошенечко перемешаем. И добавим чеснок с острым перцем. Опять хорошенечко перемешаем. Еще 2-3 минутки обжарим и добавим фасоль. Добавляем фасоль. Размешиваем. Делаем очень-очень маленький огонь на данный момент. И протушим это все вместе, чтобы подружить все вкусы. Буквально 3-5 минут. И выключаем. Теперь нам надо получившейся смесью нафаршировать курицу. Фаршируем курицу смело ложкой, притрамбовывая, сколько заразит. Нам нужно будет оставить только самый краешек, чтобы уложить там половинку лимона. Таким образом сейчас мы нафаршируем всю курицу. Курицу мы нафаршировали. Теперь берем лимон и зубочистки. Помещаем лимон внутрь и закалываем курицу зубочистками. Этот процесс, я думаю, известен всем. Поэтому объяснять его особо не надо. Вот такой ежик у меня получился. Убираю его чуть-чуть в сторону. Берем миску какую-нибудь глубокую. Пересыпаем в нее паприку и черный перец. Добавляем соль и оливковое масло. Превращаем в такую однородную кашицу. И натираем этим курицу. Получилась вот такая натирка для нашей курицы. Теперь нам надо натереть хорошо курицу. Я буду ложкой поливать, а рукой хорошенечко втирать. Так натираем курицу с обоих сторон. После того, как курицу мы хорошо натерли, нам надо долить в форму немножко воды. Вода у нас для того, чтобы создавался пар. И для того, чтобы весь сок, жир, выстекающий из курицы, не подгорал. В дальнейшем из этого мы сделаем соус. Теперь нам надо завернуть в фольгу курицы. После того, как блюдо укутано в фольгу, вот здесь, в месте, где не лежит курица, я сделаю несколько дырочек, для того, чтобы образовывающийся пар выходил. И все. Теперь нам нужно курице так постоять где-то с полчаса в холодильнике, чуть промариноваться. И мы ее уберем в разогретую до 180 или 190 градусов духовку ориентировочно на час. Прошел час ориентировочно с тех пор, как наша курица запекается в фольге. Теперь нам надо снять фольгу. Фольга здесь больше ни к чему. И запечь без фольги. Фольгу я убрал. И продолжаем запекать курицу. Ну, ориентировочно 25-30 минут. Курицу из духовки мы извлекли. Убираем шпажки, точной зубочистки. Теперь нам надо ее переложить на блюдо, в котором мы будем ее подавать. Теперь мы берем лимон и выдавливаем его в посудину какую-нибудь. Лимон довольно-таки горячий. Поэтому аккуратнее. Убираем косточки, если попались. Вот у нас одна есть. Далее мы образовавшийся вот этот сок с курицы переливаем тоже сюда. И вилочкой вот таким образом доводим до однородной массы. Также я сюда чуть-чуть добавлю смеси перцев. Вот и все. Нам осталось разделать курицу. Ну вот и все. Наша курица, фаршированная по-испански, абсолютно готова. Поливаем ее соусом, который мы приготовили. И украшаем мелко порубленной зеленью. Данное блюдо готовится очень быстро. Получается очень вкусно. И будет неплохим украшением вашего стола. Будь то праздник или просто выходной день. На этом все, дорогие друзья. Мой канал Макси Кухня прощается с вами. Подписывайтесь на меня в YouTube. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Увидимся.